Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 14 октября, вторник, и я рада всех приветствовать на телеканале ТДК-42 в нашей уже такой привычной программе «Доброе утро!». Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те люди, жизнь которых посвящена заповедному делу. Это многочисленные охранники в заповедных лесах, лесничие, ну и, конечно же, те, кто в заповедниках ухаживает за животными. Что ж, надо сказать, что их труд будет оценен нашим следующим поколением и теми людьми, которые никогда, к сожалению, не увидят редких животных в дикой природе. Мы тоже поздравляем их с их профессиональным праздником и желаем, чтобы их работа была во благо окружающей среды. Ну, а наш сегодняшний день начнется с рубрики «Разминка». Прямо сейчас мы приступим к физическим упражнениям. Поэтому, дорогие друзья, вставайте, принимайте исходное положение. Мы начинаем! Доброе утро, наши телезрители! Сейчас мы с вами займемся утренней зарядкой, чтобы подготовить ваше тело к рабочему дню и зарядиться положительной энергией. Как начнется утро, так и проведете весь день. Об этой народной мудрости знает каждый с детства. Утренняя зарядка – прекрасный способ проснуться и взбодриться. Выполняя утреннюю зарядку, каждый день минут по 10-15 в течение месяца можно потерять пару килограмм. Похудение происходит за счет того, что увеличивается метаболизм. Начнем нашу зарядку с ходьбы. Входим по кругу, размахивая руками 2-3 минуты. Просыпаемся от сна. Закончили упражнение. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч, руки поставили на пояс. Разминаем мышцы нашей шеи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед-назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч, руки поставили на пояс. Делаем круговые движения головой. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Закончили упражнение. Исходное положение стоя. Ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поднимаем наши плечи как можно выше. Тянемся плечами вверх, пытаемся достать до неба. А теперь сделаем круговые движения плечами назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Ноги на ширине плеч, руки вытягиваем вперед и делаем круговые движения кистями. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Разомнем наши локти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Делаем наклоны вперед. Представьте, что у вас рассыпаны спички и вам их нужно собрать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили упражнение. Этих упражнений может быть достаточно для того, чтобы привести ваш организм в тонус и подготовить к предстоящему дню. Удачного всем дня! Анна Марвенчева, Олег Писаренко, Миржан Хашгиреев, телеканал ТДК-42. Когда у нас что-то сильно болит, мы тут же хватаемся за обезболивающие таблетки. Хотя в инструкции написано «применять по назначению врача». Что же делать обезболивающие таблетки? Вред или польза? Вы прямо сейчас об этом узнаете. Польза обезболивающих лекарств, очевидно, избавляет от боли. Как боль им подвластна? Прежде всего, головная боль и зубная. Эффективно устраняют обезболивающие лекарства мышечную боль, суставную и неврологическую. Сняли боль? А еще есть какая-нибудь польза? Причину же не устранили? Помимо снятия боли, обезболивающие лекарства оказывают жаропонижающее действие, а также способны снять мышечные напряжения. Ученые предупреждают, не увлекайтесь обезболивающими препаратами, они имеют подводные камни. Какие камни и какой возможный вред? Лекарства от боли устраняют боль, но не причину. Притупив болевые ощущения, смазывают картину заболевания, а это затрудняет диагностику, а стало быть, и выбор лечения. Анальгетики опасны при беременности. Некоторые обезболивающие угнетают работу печени, почек и сердца, повышают артериальное давление, раздражают желудок и подавляют функцию костного мозга. Анальгетики могут спровоцировать приступ астмы, вызвать аллергию и судороги. Передозировка может привести к смерти. Комбинированные обезболивающие препараты, содержащие несколько анальгетиков, в том числе и кодеин, наркотическое вещество, наиболее опасны, так как возрастает риск передозировки и привыкания к лекарству. Важные правила. Боль нестерпима, от нее хочется быстрее избавиться. Но прежде чем протягивать руку к аптечке или бежать в аптеку, попробуйте устранить боль народными средствами и подумать, обезболивающее лекарство – польза или вред. Если вы все-таки решили воспользоваться анальгетиками, ознакомьтесь с важными правилами приема обезболивающих средств. Я уверена, что у каждой женщины на туалетном столике стоит как минимум несколько флакончиков с духами или туалетной водой. И нам открылись очень интересные факты. Итак, дорогие друзья, все внимание на телеэкраны. Духи – известный еще современ Древнего Египта. Тогда они использовались очень часто в качестве одного из обязательных элементов жертвоперношения и поклонения богам. Впрочем, особо зажиточные люди просто так баловали себя изысканным парфюмом. Популярность духов была такой, что даже в Библии имеется несколько упоминаний об использовании их в виде ароматических масел. По преданию, первые духи были изобретены в Месопотамии, а потом оттуда распространились по Египту, Древнему Риму и Персии. По названию парфюм переводится «через дым». Получались они в основном из экстракта, который извлекался из цветов. Сам Авицено занимался подобным делом посредством дистилляции. Эта же процедура используется и по сей день. В Европу первые образцы парфюмерии попали в XIV веке, благодаря исламу. В настоящее время разработан классический рецепт духов. Сначала идет начальная нота, затем нота сердца, а после – конечная. Туалетная вода. Данный термин появился в мире только в XIX веке. Считается, что Наполеон I ввел это название. Прибывая на острове Святой Елены, у него однажды закончился одеколон. Тогда опальный император придумал собственный вариант ароматной воды с частицей бергамота. Он назвал свое новшество туалетной водой, и термин приобрел официальное значение. Однако, если копнуть в глубину веков, то можно узнать, что ароматной водой в античном мире обрызгивали навесы домашних животных и даже пускали по фонтанам. Но как только Рим пал, туалетная вода перекочевала на восток. По своей сути, туалетная вода является ароматизирующим парфюмерным средством в виде раствора душистых веществ на спирту. Если рассматривать содержание эфирных масел в ней, то здесь от 4 до 10%. Аромат более тонкий и менее стойкий, если сравнивать с духами. Кроме того, ароматическая основа, масло, в туалетной воде содержится в меньшем количестве. В прохладное время года нам не обойтись без свитеров и кардиганов. Рубрика «Будьте красивы» сегодня нам расскажет основные моменты при выборе этой теплой одежды. Самое главное, чтобы это было удобно, практично и красиво. Поэтому, дорогие модницы, веря на этот сюжет, будет интересен именно для вас. Свитер – одна из самых универсальных вещей в гардеробе. Если вы находитесь в поиске подходящей для себя модели, мы поможем вам. Ведь что может быть лучше уютного свитера или кардигана в такую столь непредсказуемую погоду? В этом модном сезоне выбор велик и разнообразен, и каждой моднице придется что-то по вкусу. Уютные и стильные тренды нового сезона – это объемные свитера и кардиганы, представлены в нескольких вариантах. Грубые и крупные вязки с застежками и различными карманами, женственные, нежных пастельных оттенков или свитера с коротким рукавом. Сочетать такие объемные свитера лучше с легкими юбками. Можно носить свитер с тонким ремешком или на выпуск с юбками макси или мини, а с меди лучше всего заправить их внутрь. На заметку, объемный свитер крупной вязки полнит, поэтому их с осторожностью следует выбирать девушкам, склонных к полноте, несмотря на веяние моды. Кардиганы и свитера из Махера присутствовали практически во всех модных показах, причем разной модели – от традиционных фасонов до коротких или объемных с пышными воротниками. Модные свитера 2014 года были представлены актуальными модными цветами – от черно-белых пастельных до насыщенных, синих, ягодных и изумрудных. На заметку, Махеровый свитер модно носить с цветочными и абстрактными принтами. Очень популярен в этом сезоне свитер с меховой отделкой. Кусочки меха можно комбинировать в виде мозаики спереди свитера. Модно использовать кожаную и замшевую отделку. Стильно смотрится сочетание шерстяной ткани с вязаным полотном. Также довольно часто используют декор из бахромы, цветов и перьев. Для офиса и другой официальной обстановки идеально подойдут такие модные свитера, как кардиганы и вязаные кофты с пуговицами. Строгие силуэты будут гармонично смотреться с классическими брюками и юбками, различными рубашками и блузами. Пуговицы – это, несомненно, модный штрих в одежде, который дополняет и украшает практически любую вещь. Женственное платье-свитер станет прекрасным элементом модного гардероба. Модели с орнаментом – не менее модный тренд, представленный модными свитерами 2014 года. Выбирайте яркие орнаменты оранжевого, красного, синего, зеленого цветов или закрытые черные из махера. Свитер с ремешком может быть любой – длинный, короткий, вязанный, шерстяной, трикотажный или из махера. Но его должна дополнять модная деталь – ремешок, повязанный на талии. Сейчас, когда мы видим у какого-нибудь человека кнопочный телефон, мы сразу интересуемся этой моделью, потому что нам непривычно. Настолько сенсорные друзья заполонили рынок мобильных телефонов. Но прямо сейчас мы устроим соревнования между кнопочными и сенсорными телефонами и посмотрим, кто же из них одержит победу. Если проанализировать мнение пользователей, то однозначного ответа среди них нет. Любители просматривать картинки и фотографии предпочитают сенсор, а те, кто часто сталкивается с набором текста, считают кнопочный вариант более удобным. Многие полагают, что сенсорные аппараты пока не такие надежные, как хотелось бы, хотя и признают, что с каждым годом они все качественнее, надежнее и дешевле. С другой стороны, любители кнопок отмечают, что достойных моделей становится все меньше, а выбрать из них современную и функциональную трубку становится все труднее. Многие отмечают засилие сенсорных трубок с проблемой клавиатуры. В любом случае, это мнение пользователей. Но есть и объективные факторы, которые необходимо учитывать, отдавая предпочтение кнопочным или сенсорным аппаратам. Именно сенсорные трубки сегодня наиболее продвинутые. Они комплектуются новейшими операционными системами и наделяются последними гаджетами. Сенсорные телефоны предпочтительнее с точки зрения функциональности. Из-за большого размера экрана они оптимальны для просмотра видеофотографий. Интерфейс в таких моделях, как правило, впечатляет, а разрешение экрана часто в несколько раз больше, чем у кнопочных. Сенсорным телефоном придется тяжеловато на начальном этапе. Нужно время, чтобы привыкнуть к нему. У молодежи период адаптации проходит достаточно легко, а вот в зрелом возрасте могут возникнуть проблемы. Это касается даже продвинутых людей, привыкших работать с кнопочными устройствами. Кнопочные модели зачастую выглядят скромнее, даже если имеют все возможности сенсорных аппаратов. Кнопочный телефон более экономичен при обыкновенном режиме работы, так как потребление энергии у больших сенсорных экранов значительно выше. Кнопочные трубки резко упали в цене с появлением сенсорных конкурентов, хотя их качество при этом не понизилось. Это важно для тех, кого интересует цена вопроса. Средняя продолжительность жизни японцев составляет более 80 лет. Дорогие друзья, вдумайтесь, и это лишь средний показатель. А все дело в питании. Мы решили рассказать о продуктах, которые продлевают жизнь. Пусть и вечную жизнь они, конечно же, не обещают, но уверена, при хорошем питании вы проживете гораздо дольше. Лидирует в этом списке рыба, ведь она – это кладезь полезных веществ. Это и белки, и фосфор, и омега-3 кислоты. Благодаря рыбе улучшается память, нормализуется кровяное давление. Специалисты также утверждают, что всего 50 граммов рыбы в день способны снизить риск инфаркта на 50%. В яблоках содержатся вещества, которые снижают риск развития раковых заболеваний, а также снижают вред на организм свободных радикалов. К тому же яблоки укрепляют иммунитет. Чеснок. Этот продукт известен своими антисептическими свойствами. А еще чеснок способен наладить работу пищеварительного тракта и уберечь от рака желудка. Клубника. В этой ягоде содержится огромный запас витамина С, который так необходим для поддержания иммунитета. Кроме этого, в косточках клубники содержатся эфирные масла, которые препятствуют образованию рака. Перец чили. Жгучий перец способен улучшить обменные процессы в организме, а также помочь избавиться от лишних килограммов. Еще он помогает бороться с вредными бактериями в желудке. Бананы. Этот фрукт содержит ударную дозу магния, который полезен для сосудов, а также в них содержится калий, вещество, которое препятствует всасыванию в кровь сахара. Зеленый чай. Благодаря катехину, веществу, которое содержит чайный лист, этот напиток способен защитить организм от атеросклероза, помогает сжигать жиры и убережет мужчин от рака простаты. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Напомню, сегодня на календаре 14 октября, вторник. И я желаю, чтобы этот день прошел именно так, как вы его распланировали. Все ваши планы сегодня воплотились в жизнь. И самое главное, настроение вас не покидало. Всем хорошего вторника, отличного рабочего дня и до скорых встреч.